Чем-то, да? Или просто небом хочется вот так вот позаниматься? Небом, да. Ну, хорошо. Давай так, классное небо. Значит, сначала мы сделаем некую мглистую среду. Мглистую, нет. Небесно-голубой здесь слишком эпизодичен. Мы его туда вгоним. Не в него будем вгонять, а его вгоним. Хотя, по идее, надо было бы последовательно сначала небо, потом то, что заслоняет. Но слишком здесь он эпизодичен. Поэтому мы вот этим цветом. Все. Сиреневато-розовым уложим все. Вложим в передний план, а потом начнем развлекаться с небом и так и всякий бряк. Хорошо. Ну, розовый мглуб. Ты уже знаешь кое-что, да? Давай. Вот этот розовый грязноватый. Значит, дома у меня нет. Ты знаешь, давай добавим всего. Вот. Еще раз подшвырнешь вещества. Еще раз. Еще раз тряпочкой. Фигушкой. Распределишь, не вытришь. Потому что есть ощущение вытертости красной. А должно быть ощущение распределенности. Да, тихонько просто распределить красную. Вообще, конечно, всякое латание чревато. Поэтому, чем эффективнее мы сработали, чем точнее мы взяли консистенцию, тем лучше. Вот здесь есть ощущение краски. Вот здесь его ощущение нет. Есть ощущение потертости, да? Вот уложить красочку. И эти свои изыски цветовые пока ни в коем случае не вгонять. Вот. Значит, еще раз смотри задачу. Разжижи убелило, достаточно слякотную кашицу на швырял на пол. А то я очень жестко делал. Слякотную. С веществом. А я жестко его очень делал. После этого тряпка в формате фигушки очень хорошо распределит то, что ты накидал кистью. Именно распределит. Не вытрят. Не нужны нам вот эти вот действия. Вот эти действия не нужны. Вот эти нужны. Укладывательные. Давай так. Не знаю. Очень много краски. Очень много. Теперь много. Да. А происходит это потому, что сразу произошло нарушение. А как только у масла есть такая проблема, оно очень технологично. И нарушение потом начинает давать то вязкость, то чрезмерную увлажненность, то пустой холст. То есть консистенция краски в масле это самое важное. То, что можно не уметь рисовать, но вкусно пользоваться консистенцией и будет хорошо. Вот если вы заметили, очень много художников, которые сухой кистью натирают портреты на набережных, на вернисажах. Они же рисовальщики изумительные. Почему бы им не писать классные портреты масла. Дорогие, классные портреты. Проблемы с консистенцией. То есть кто-то им когда-то не показал, они там застряли в этих сухомятках, сухотерствах. Тряпка умеет оставить на холсте, распределить на холсте краску очень хорошо. Она вбирает часть краски. Но поскольку ты уже накидал слишком много и несколько раз это перестройка была. Посмотрите сколько лишней краски. Вот понять, что она лишняя, теперь довольно трудно. Надо было с самого начала сделать технологично. Вот мера, которая тебя интересует. Не вот эта, где аж слюда краски различимы, пласты. А вот эта мера. Понятно, что сохнет. Вот мера, которая тебя интересует. Это мера, которая легко возделывается. Легко принимает в себя и распределяет в себя. Вот мера, которая тебя интересует. То есть переворачивая тряпку, доведи до этой меры. Но опять не затри до сухомятки. Вот так вот. Давай. И чуть-чуть ее. Возьмешь голубой. Желтый. Получился зеленый. Плюс коричневый. Плюс коричневый получился темный. Вот по самую эту меру уложишь. Плюс даже красноту. Есть там и такое. Уложишь, уложишь, уложишь. С кистью. Вот эта густота сейчас очень здесь уместна. Да, кистью пока. Кистью. А далечку чуть потом уложим мастихином. Но ближайшую далечку уложим уже сейчас. То есть в пользу красноты вот эти красные очертания. Вот самый кончик. Вот этой ровненькой. Он красный. Вот уложишь эту красноту. Немножко подшвыряешь для того, чтобы было понятно, что мы делаем. Подшвыряешь вот таких ударчиков на вот эту лежачку. Вот таких на переднем плане торчалочек. И потом цвет, да? Да. Чуть-чуть может и рыженьких пройтись там подложить. То есть немножко вот так вот взбодришь. И пойдем уже в небо со всей аккуратностью и деликатностью. Хорошо? Да. Дальний план пусть внятно лежит. Вот прямо аж вот так лежит. А передний план, да, немножечко. Может даже кистью. Сначала здесь кистью, а потом уже здесь густотой краски мастихина. Потому что кисть все-таки меньшую густоту укладывает. И ты вот эту меньшую густоту вот таким образом подшвырнешь. Вот смотри, можно вот так кистью против шерсти. Ну а здесь уже на переднем плане утыкаешь, да. Густо и темно. Ну и светло и темно, но густо и по такой вот технологии. Не гоняйся там за каждым звуком. Главное, чтобы у тебя красивые получались собственные. Потому что все-таки конкурировать с фотографией живо здесь не может. В степени прописанности, да. Поэтому пусть это будут просто красивые звучики. Хорошо? Да. Давай так. Значит в небе у нас есть вот эти бирюзовые кусочки. Бирюзовенькие кусочки неба. Возьмешь белизну. Возьмешь бирюзу. Наверху может быть вместе с голубой ФЦМ. А внизу чистая бирюза. Разбеленная, плотная, доразмешанная. Вот они. А, вот эти, да? И деликатненько положил, раздавил. Мера краски, которая лежит на холсте, очень хороша, чтобы это осуществить. Вот эти сиреневатые. Возьмешь другую кисть. Возьмешь розовый синий, то есть ультрамаринчик. И лежачей кистью, деликатненько, лежачей к холсту кистью, деликатненько создашь идею вот этих шторочек. Потом будешь еще добавлять и добавлять. Не пытайся сразу ухватить все цветовые. Так вот идешь, постепенно наступая. Когда ты накидаешь, деликатненько, пальцем намутнишь до дыма. Хорошо? Вот до такого дыма. И у тебя настоящая идея облаков начнет формироваться. Ну, я еще одно действие покажу. После этого тоже расчистишь территорийку чуть-чуть. Возьмешь белильца в чистом виде. Желтельца возьмешь. И краснельца. И у тебя будет такой огненный цвете. И вот этот огненный цвете тоже по этой же технологии, что и бирюзу, положил и чуть-чуть придавил. Хорошо? Да. Вот пока три основных цвета вгоняешь. А потом пойдем еще и еще и еще. Давай. Все. Ага. Отлично. Слушай. Нет. Положил сначала. Положил. А потом вытер. И снял. Нет. А, придавил. Придавил. Ты же придавил все правильно. Ну вот, близко к этому. Только здесь уже более лежачий. Здесь он висит. А здесь он так нарочито уже не висит. Потому что, как и здесь, более горизонтально все. Все более горизонтально. Так. Ну и пальцем чуть темнее, чуть светлее вот эти дымы досоздать. Не обязательно затирать все, может быть даже оставлять вот такие звуки. Здесь на переднем плане вот эти дымы, вот эти лапы повисшие. Может быть даже вот с этой протресью чуть-чуть. Хорошо придавливал. Но вот здесь вот чуть-чуть не допридавил. Допридавить. Допридавить. Прежде чем синюшечку укладывать, лучше сначала положить оранжевость эту нашу. Но желательно, чтобы желтый был желтым. У тебя нет даже желтого. А вот? Нет, это тоже не желтый. Чистым хорошо. А вот еще можно? Можно. Вот, значит, обязательно пока еще с краснотой. Не торопись, желтый в чистом виде. Чуть попозже придет. Обратите внимание, что желтый на периферии потише, а в центре побелее. Поэтому здесь с некоторой тишиной желтого. Вот этот рваный характер. Показать краев, даже вот этот рваный характер. Уложить, 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 раздавить. Ну, продолжаем это изыскание. Здесь более светло, не торопись, так темно. И вот этот желтенький, мелкими, мелкими, мелкими порциями. И не обязательно сильно раздавливать. Можно помоделировать. Потому что он рваный характер имеет. Согласен, да? Да. То есть помоделировать. Не придавливать только, но еще и помоделировать. Отличные. Так. Хорошо. Солнца еще нет. Ну, еще немножко рано. Сейчас докидаем, докидаем. У нас же вот здесь тоже светло. Хорошо эту рвань укладываешь. Чувствуешь ее вполне. Чувствуешь вот эти вещи. Вот эти там. Ну, различаешь. Очень много хорошего. Вот эти, может быть, подсунуть. Рыжеватости. И замусолить несколько. Ложил немножко. Хотя красиво там все уложено. Поэтому нет, не рано. Нормально все. Я сначала вот эту. Да, да, да. Все правильно. Нет, молодцом. Молодцом. Все у тебя хорошо. Может быть, чуть-чуть поддеть вот это место. Сейчас даже с розовиной. Чтобы вот эта последняя ступень облаков была подбита. Чем больше будет ступенек, тем больше уход в пространстве. То есть, большая ступень. Еще какая-то ступень. Еще и еще. То есть, вот эти вот ступени. На переднем плане крупные. Все мельче. Они загоняют в пространство. Ну и нашвыряй еще всяких там полузвуков. Вот этих вот этих. Еще понакидай. Пораздавливай. Помоделируй. Чтоб там обогатилась. Чтоб там обогатилась. Голубого много, да? Что что? Кусок этот пятно большое. Да нет. Ничего. Нормальная. Потом туда еще придет уже откровенно белый, который только чуть-чуть поперемешается с желтым. И он уже возглавит эту идею. Возьмешь совсем чистенькие, возьмешь желтилки, хорошо? А, белевый у тебя, белевый у меня чистый. Создашь условия для чистенького цвета и замусолишь туда. Это может быть пальцем вспомогнешь. И тоже таким немножечко штриховать, штриховатым настроением. Где-то вот этих красавцев подложишь. Где-то может быть и мастихинчиком плюс. Чтоб вот комковатый характер. А может быть и мелкой кистью попробовать. Вот что-то такое более напряженное появится. Расштриховываю я мастихином чуть-чуть. Давай так. Чтобы она не дрожала, надо ее положить на холст. Не чиркательно работаем, а положить. И упаковать. И упаковать. Касание к небу лучше сделать с легкой голубизной, чтобы она была точно вдали. И неровно. Голубизна она будет, да. Ну и соответственно. А снизу ровно. Если, допустим, снизу ровно, не допроисходит. Не-е-е. А у нас нет скотча, да, этого малярного цвета. Масса, да. Ну и просто вырезаем. Вот так. Вырезаем. Ровненько. Ну, опять же, малярный скотч выручает в таких случаях. Чтобы положить. Но это слишком по малярному. Ты знаешь, все приемы хороши. Потому что когда ты научишься делать это от руки, очень хорошо. Но, чтобы не превратить это в каторгу, до поры можно и так. С каждой следующей работой у тебя будет расти твое умение, мастерство. Поэтому дождешься ты, будет и на твоей улице все от руки. Немножко с густотой. Светлые парки, а вот этот свет на воде, он тоже светлая парки, любят густую краску. Поэтому нарочито даем густоту. И не снимать, а? Да, да, да. Полосата, как приличная вода. Вода, среда, полосатая. А что производство полосатая? Италия. Ну, в общем, этот холст делает... Ну, краска ложится просто обалденно. Я с тобой полностью согласен. Этот холст делает итальянский завод, который занят этим очень серьезно. То есть он, я не знаю, у меня поставщик, поставщик у меня наш, русский. Но он его берет на этом заводе, как он говорит, там четыре этажа завод. Дело в том, что у меня дочка берет, а я сейчас не могу. Ну что, ты будешь тягать с собой... Болот через плечо. Да, ну, проще покупать здесь, не морочить. Он гигантских денег стоит. Значит, с некоторой полосаткой. И вот у нас формируется идея вот этой рябель воды, которую высветило солнышко. Соответственно, в район солнышка тоже вгоним чуть-чуть густятинку. И светлятинку. Но только в небочке мы ее слегка придавим. И добавим вот такой звук. Не обязательно тот кругляшок моделировать там. Была бы у нас работа в три раза крупнее, мы бы и кругляшок бы присобачили. Но здесь это будет немножко проблематично. Хватит нам вот этой запятулики. Ясно. И можно чуть-чуть вот эти полосатки. Дорожка, меч от луча, который образовался. Я должен трогать больше не разу, да? Красиво, очень красиво. Можно его трогать. Единственное, что может быть потрогать, вот эти кричащие звуки. Яркие, да? Ага. Низ, темный низ. Чуть-чуть выразить, может быть, вот этих ребят. Ну, уже как Бог на душу кладет, так уже их и класть. Я понял, что... Смотри, снизу некоторая утемненность. Вот она, снизу. Небо как не делаешь, все будет красиво. Нет. Ты помнишь, вначале мы все никак не могли с консистенцией разобраться. Если бы мы продолжили в ту консистенцию, началась бы пачкотня. Началась бы борьба с веществом. Мы борьбу с веществом преодолели. И дальше у нас действительно все как по маслу. Чуть активнее центр. Даже здесь можно чуть-чуть наактивничать темнотой снизу. Это же у нас ступеньки. У нас же снизу облака чуть темнее. Они отражают... На них рефлексирует темная земля. Поэтому снизу они чуть темнее. А сверху они... Ну, каждое облако отдельно. Сверху светлее. Потому что сверху свет, снизу темнота темнее. Темнота земли отражает. У меня там столько этих пейзажей, фото пейзажей такого плана. Смотри, сверху чуть светлее. Чуть светлее. Снизу чуть смуглее. Ну и соответственно здесь, чем ближе облака к нам, тем они четче, выразительнее. Чем дальше, тем мытнее. Низ даже не трогай. Все хорошо. А здесь немножко потрогай. И вот этого очерти. Немного очерки. Ну там есть полутон. Такой синеватый. Но у него очень яркий он скрепляет. Нет, нет, нет. Ты просто к нему прибавить. Очень правдоподобно. Облаченников, смотри. Тоже можно ступенечками вот такими приподсунуть их. Хорошенький там такой пучочек небочка. И здесь усилить белый с желтым прямо усилить. Уже так тюкнуть. Но все делай очень деликатненько, так чтобы не переборщить. И еще сейчас вот этот вот передничек тоже возьмем красниночку. Чуть-чуть. Вот в районе солнца всегда чуть-чуть краснит. Здесь мы этого не давали для того, чтобы показать, что это все-таки даль. А здесь дадим. И это усилит идею света. Как бы засвеченность. Опять же, как ушко на свет. Да, вот женское ушко. Детское ушко на свет. Прозрачность эту. Смотри, как оно зазвучало сразу. Так, здесь тоже доиграешь темно. Хотя вот уже, собственно, и все. Может быть, вот этот мысечек тоже достать. Для прикольчика.